Русское географическое общество и телеканал «Моя планета» представляют. Знакомьтесь, лучшие гиды России. Все они стали победителями третьего всероссийского конкурса «Лучший гид России», организованного Русским географическим обществом и телеканалом «Моя планета». И теперь они получили уникальную возможность провести экскурсию в эфире нашего канала. Сегодня звездный час настал для Игоря Попоткина из города Парнаула Алтайского края. Караколь в переводе с алтайского языка означает «черные озера». Действительно, если посмотреть на них с вершины какой-нибудь ближайшей горы, они будут выглядеть как черные блюдца на зеленой скатерти. Наверное, оттуда их и увидел какой-нибудь древний пастух и дал им такое название. А по алтайской легенде эти озера – глаза чудовища Каракула. А черный туман в горах – это его дыхание. Сегодня Игорь проведет экскурсию по алтарю. Но он даже не догадывается, какие сюрпризы его ждут. Мы подобрали специальную группу. Это наши зрители во главе с ведущим «Моей планеты» Антоном Зайцевым. Вместе они устроят Игорю настоящую проверку на прочность. Сможет ли лучший гид России отстоять свое звание? Скажите, ребята, а вы приезжие или местные? Ну, не видно по лицам разве что. Родные алтайские лица. Я из Бийска. Я из Рубцовска. Я из Барнаула. Тоже из Барнаула. Я думаю, конечно, мы усложняем жизнь нашему прекрасному гиду тем, что мы местные. Мы, конечно, все равно знакомы с культурой и с историей нашего региона. Поэтому это дополнительная проверка на прочность его профессионализма. Здорово, что мы все местные. Подождем всех. А сколько у нас человек будет, Игорь? Еще ждем одного человека. Здравствуйте. Магия вкуса на Алтае. В гостях у лучшего гида России. Любите экскурсии? Я тоже. Но это дело довольно утомительное. Легко проголодаться. И на этот случай у нас есть... Совместная трапеза сближает. В этом я не раз убеждался на съемках программ «Планета вкусов» и «Магия вкуса» на телеканале «Моя планета». Я много путешествую по миру, чтобы попробовать кухню разных стран. И даже вывел формулу. Чтобы лучше узнать человека, с ним надо пообедать. Здравствуйте. Мы будем знакомиться при помощи арбуза. Но я забыл нож. Давайте. Я верю, что лучший гид России легко справится с этой проблемой. Я рассчитывал, что Игорь точно не будет готов к такому повороту событий. Ведь даже лучший гид России вовсе не обязан носить на работу нож. История с арбузом, она, ну не скажу, что шокировала, но была так для меня, конечно, неожиданной. Конечно же, так еще и экскурсии у меня никогда с арбуза не начинались. Скажите. Спасибо большое. Спасибо. Неожиданная начала экскурсии, честно говоря. Очень неожиданная. Неожиданная. Антон, а разве вы не будете готовить какое-нибудь блюдо из арбуза? Арбузный фраг, например. А вот и посмотрим. Игорь быстро разобрался с арбузом. Не удивлюсь, если у него в рюксаке лежит еще и банка тушенки. Опытный. Такого не возьмешь голыми руками. Я еще раз рад вас всех приветствовать. Напоминаю, что меня зовут Игорь. Сегодня я буду вашим гидом-проводником по Алтаеву. Привет, меня зовут Игорь. Я гид. Я стал гидом, потому что с детства увлекался географией, изучал карты. И всегда мечтал, чтобы моя профессия была связана с путешествиями и исследованием природы. Мне нравится работать гидом, потому что я открываю людям новые места и вижу их искренние эмоции. Это очень творческая работа. Составление туров, разработка новых экскурсий, на самом деле захватывающий процесс. Заправившись арбузом, мы полезли в Тавдинские пещеры. Популярное туристическое место, хоть и мрачноватое. Сейчас мы приближаемся к первому такому большому залу Тавдинской пещеры. Проходим аккуратненько. Местами потолок так понижается. Так, подождем всех. Так, еще Антон у нас не подошел. Антон! Антон! А где же Антон действительно? Куда он подевался? А он, то есть я, незаметно отстал от группы и спрятался. Ищите меня теперь, многоуважаемый гид. Антон! Пойдемте! Я, честно говоря, слышал, что вы меня зовете, но я не мог понять, откуда. Мне казалось, что вы там. Антон, на самом деле очень здорово, что вы подождались здесь на месте, не пошли в этот темный лабиринт. Там небезопасно? Там небезопасно. В темный лабиринт и неизвестные ходы. Прошу не уходить. Хорошо. Я могу заблудиться даже в одной единственной сосне. И чем усерднее я запоминаю дорогу, тем сильнее я потом блуждаю. Заблудиться в коридорах пещеры у меня не получилось. Игорь успевал не только рассказывать что-то интересное, но и как хороший пастух пересчитывал свое стадо. Только представьте, мы находимся внутри большого 5-километрового карстово-скального массива. Во всем массиве более 30 пещер. Это самая большая. Как вы, наверное, слышали и знаете, в каждой пещере есть какой-нибудь свой дух. Дух-хранитель, оберегающий эту пещеру. В этой пещере тоже есть. Иногда его называют пещерный гном или пещерный дух. Где же он? Если внимательно присмотреться, то как раз сейчас на его голове я держу свою руку. Смотрите, голова пещерного гнома. Углубление первый глаз. Глаз, второй глаз, нос, рот. Ну вот вся голова. Сейчас нас ждет узкий переход, низкий. Нужно будет идти гусиным шагом. Присев это примерно 30 метров. Антон, а у вас рост какой? 2 метра 13 сантиметров. Тогда вам понравится. Да, ровно на 2 метра больше, чем требуется для таких походов. Ходить гуськом я не умею. Пришлось ползти. Это довольно неудобно. Да и джинсы испачкал. Но хорошая экскурсия требует жертв. Экскурсия, говорили они. Тебе понравится, говорили они. Что? Как будто бы стены смыкаются. Кто здесь? А, это вы? Какое облегчение. А как вы думаете, когда исследуют пещеры, как определить, жил в них древний человек или нет? Какие признаки могут... По следам костра, где они готовили еду. Антон, отлично, да. Это верный ответ. Вот в этом месте, где мы сейчас заходимся, вот в этом закутке небольшом, если разжечь костер, то дым будет уходить вот туда вверх, через вот эти вот дымоходы. Как говорится, доверяй, напроверяй. Два дымохода, да. Как раз вот здесь можно почувствовать себя древним человеком пройти. Как раз здесь вот он и сидел. В этом месте находили обломки каких-то гончарных изделий. Наконец-то займёмся делом. Разожгём костер. Обломки костей. Костей животных. Подождите, а разве Антон не будет тут готовить какой-то кулинарный шедевр? Нет, готовить я не буду. Сегодня экзамен у нашего гида. Из подземелья мы выбрались и поехали дальше смотреть Алтай. Игорь выглядит уверен. Он ещё не знает, какие сюрпризы ждут его впереди. Что? Что у водителя, у водителя очень... Заведет или нет? У водителя очень спортивное лицо, кстати говоря. Что такое-то? Что? Почему? Нам выйти нужно, да? Всем выйти? Да, да. Раскрою вам страшную тайну. На эту псевдополомку мы уговорили водителя буквально в последнюю минуту. Вообще-то, иномарка не должна застрять на подъёме. Но доверчивый Игорь на такую мелочь даже не обратил внимания. Давайте поможем чуть-чуть назад толкнуть машину. Игорь так искренне переживал. А ведь попался буквально на ровном месте. Похоже, что леса и бур Алтай он знает лучше, чем возможности автомобилей. Ребят, смотрите, я предлагаю пройтись пешком вперёд просто. Да ну далеко пешком идти, нафиг надо. Не, она хотя бы в горку заедет. Так а если опять встанет? Зайдёт? Ну ладно, водитель уверяет, что зайдёт. Тогда садимся. Мы заезжаем на мост и поём. Эй, щука, ой, щука, давай, давай, щука. Эй, щука, ой, щука, давай, давай, щука. Эй, щука, ой, щука. А сейчас мы добрались с вами до Камышлинского водопада, о котором есть одна очень романтичная легенда. В далёкие-далёкие времена в одном воинственном алтайском племени был вождь. У этого вождя была дочка по имени Ла. Ну вот собрался вождь в очередной поход, думает, ну дочку нужно оставить кого-то охранять. И оставил охранять её своего верного помощника, богатыря по имени Камыш. Ушёл, значит, на войну. А чё-то вернулся пришлось. Чё вернулся? А, меч забыл. Меч забыл, вернулся. Вернулся, не знал, что Камыш давно уже встречается с его дочкой. Приказал, ну как это полагается, схватить его своим подчинённым и сбросить с высокой скалы. Сбросили Камыша. Красавица ла, посидела, погоревала. Да что сделала? Да и тоже бросилась с этого самого места. И на этом месте появился водопад, который люди называют Камышла или Камышлинский. Игорь, а какая-нибудь хоть одна легенда с хэппи-эндом есть? Про водопады? Это самое хэппи-энд. Тут всего двое погибли. Победила любовь и погибло всего двое, да. Дальше все пошли к водопаду. Заряжаться энергией и делать фото для соцсетей. Казалось, ничего не предвещало беды. Но жизнь, а точнее мы, внесли свои коррективы. Игорь! Да, да. Игорь! Давай. Помоги. Все, стой, 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 стой. Так, что случилось? Очки уронила. Куда? И на очки поднялась. Так, ты стой. Аккуратнее, клади. Где? Вон, вон, я вижу. И только неизвестно, как их достать. Так, тихо, тихо, тихо. Ты не видишь, он должен спасать. Вон, заряги. Я вот внизу, я увидела. А, вот. Все, все, все. Сейчас, сейчас, сейчас. Я достал. Ну, как доставать, непонятно. Ура! Блин! Осторожнее! За помощь Кристине тебе, Игорь, зачет. Девушки, конечно, не сказали, что очки упали в воду не сами. Это была проверка на реакцию. А потом Александр снова решил затащить гида в ледяную воду. Но уже не по локоть. Если честно, я сам-то вообще не смельчак и еще и не в форме, представляешь, да? Сейчас опозорюсь на всю Россию. Отличная форма. Назад пути нет. Освежимся. Предположительная температура воды в водопаде. Градусов 6. ВОДОСТРАНИЕ ВОДОСТРАНИЕ Можно нам и поаплодировать? Знаешь, мы получили, я думаю, с тобой массу положительных эмоций в такую же арене. Ты лучший гид России, да? Отлично, отсвежились. Подожди, дай я по нему побрасываю через садоват. Мне было интересно, подорвется он со мной на вот такую вот авантюру или нет. Он молодец, он взял, пошел, залез со мной на водопад. Если бы он меня не подержал, я бы не полез один. Игорь слегка дрожал от холода, но героически вел нас по своему маршруту. Впереди сплав по реке Катунь. Глядя на ее бурное течение, становится страшновато. А мы точно не утонем? Основное, что нужно запомнить, всего три команды. Очень просто запомнить. Команда, гребем. Вперед лодку продвигаем, заносим. Весло вперед, подтягиваем к себе. Вторая команда. Табань. Движение назад. Смотрите, чуть дальше относим весло. Такое движение. Табань. И третья, самая любимая команда. Отдыхаем, сушим весла. За Русланом левый борт. За Антоном правый борт. Вы команда или нет? Вы команда! Вы тоже заметили, как изменился наш гимн? Просто бравый капитан. В голосе даже появились командные нотки. С таким проводником точно и Катунь по колено, и Алтайские горы по плечу. Пока немножко у нас такая спокойная вода, предлагаю потренироваться, делать приветственную бабочку. У нас на сплавах сложилась традиция, что когда проходит какой-нибудь рафт или на берегу видим людей, нам нужно их как-то поприветствовать. Сейчас левый борт по команде, когда я скажу, будет табанить. Прям хорошо так табанить. А правый борт грести. Потом я скажу, весла вверх. Следующее действие. И бьемся вместе по воде. Только нужно сделать это синхронно. Левый табань, правый вперед. Раскрутили посильнее, посильнее. Весла вверх. И по воде. Ба-а-а. Да, он очень уверенный на воде. Человек это чувствуется. То есть и по его движениям, по жестам. Видно, что он прям окунулся в свою среду родную. Ух ты. Раз. Гребем активно. Раз. Гребем на полу. Закалываемся. Раз. Гребем. Что делать? Раз. 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 Гребем. Раз. Что-то я не вижу оркестров, цветов, музыки. Вот эта вот нагрузка, к которой совершенно я не привык. Знаете, что-то делать вот в такой вот позиции. Потому что я обычно делаю что-то, знаете, вот в такой позиции. А вот так вот мне делать ничего никогда не приходилось. Поэтому у меня теперь все болит. Скажем честно, без Игоря мы бы здесь пропали. Через секунду барахтались бы в ледяной воде, или бы нас просто унесло течение. Ребята, мы сейчас с вами на рынке, но это не случайно. Как вы знаете, у нас на Алтае много лекарственных сборов, разных чаев. Хочу, чтобы мы сегодня поподробнее узнали, где их собирают, как собирают. Привет, Елена. Ребята, знакомьтесь. Здравствуйте, ребята. Елена специалист по этим делам. Елена, хочу, чтобы вы нам сегодня рассказали, как делать правильный алтайский чай. Познакомиться с алтайскими травами и чаями, это был какой-то совершенно нетривиальный ход, неожиданный, кстати. Ребята, а вот она у нас мята, посмотрите. Вот она мята, вот эти вот бархатные листочки, да. Сколько много ее здесь. Посмотрите, пожалуйста, передайте. Весь ручей зарос мятый. Почувствуйте, какой запах, какой невеликолепнейший аромат. Ничего себе. А вот он у нас, посмотрите, горный чабрец. А почему он фиолетовый? Он такой, он есть белый. Он есть сыра, цветочки такие. Это зависит от местности. Скажите, я прав, это цикорий. Абсолютно верно. Цикорий, да. Давно я с ним не встречался. Вот в советское время из него делали напиток кофейный любительский. Да, и сейчас тоже производит. Да. Мне было приятно, что гид включил в экскурсию гастрономическую тему. Кстати, в своих программах я ни разу не готовил такой алтайской чай. А это, как оказалось, настоящий квест. Водичка у нас готова. Ребят, показываем, что собрали. Сейчас мы будем комбинировать чай. Тысячелистник подойдет? Давайте, тысячелистника. А мне очень мята понравилась, самая ароматная. Можно я тоже добавлю в чай? Я еще взял чабреца. Вот, чабрец-то классно. Чабрец. Белинец. Причем это горный чабрец. Чабреца мы добавим цветочки только. Да, да, да. Да. И полнейший эксклюзив, друзья. Я смотрю, ни у кого нет. А я нашел боярку. А Антон, что у вас? У меня цикорий. Напиток любительский. А я думаю, еще можно и отсюда тоже что-нибудь. Да, и звенечка давайте. Как это мило. Антон, вам очень идет. Я не пью чай из магазина. Никогда. Потому что мне он абсолютно невкусный, неинтересный. Я всегда покупаю в какой-нибудь деревне, мимо проезжаю набор чая. Вижу, что там какая-то трава знакомая мне. И завариваю всегда дома. И в походу мы ходим какие-то, ездим на отдых. А чай... Это не наш чай. Давайте чашечки. Пахнет мне невероятно. Невероятно. Попробуем. Антон, как вам чай? Замечательный напиток. Прекрасно утоляет жажду. А главное, полезный. Вы знаете, я слышу... Да, точно. Печень поет от радости, а почки подхватывают припев. Это гимн алтайскому чаю. Привез я вас сюда не только для того, чтобы полюбоваться металлической конструкцией этого инженерного сооружения, но и для того, чтобы увидели другую Катунь. Здесь Катунь, обратите внимание, находится в таких тисках тектонического разлома. Под мостом самое глубокое место, 70 метров. И здесь же рядом самое узкое, 20 метров. На поверхности создаются такие препятствия для сплава. Посмотрите, более сложные, конечно, чем у нас были сегодня. Порог называется Текдельпень или так называемые пни. Только знаете, ребят, есть небольшая проблемка с этим мостом. Как думаете, какая? Про него до сих пор не придумали легенду. Но я предлагаю придумать ее сегодня. Подошел однажды алтайский богатырь Бабырган к берегу реки и смотрит... На другом берегу реки стоит другой великан, Арактой. Который держит в руках дивного орла. Истина. Этот дивный орел смотрит на девушку Катунь. В наше время такой ерунды не было, сказали старейшины. И в наказание превратили обоих богатырей в камни. И на этих камнях люди построили замечательный мост. Так появился Арактойский мост. Я заметил, что к концу экскурсии нам с ребятами стало очень легко общаться друг с другом. Все же и забыли, что несколько часов назад не были знакомы. А все Игорь. Настоящий вождь нашего небольшого туристического племени. Ну что, местные едем дальше? Едем. Едем. Наступление глубокого вечера – самое время для посещения Еландинской штольни. Именно в это время можно почувствовать себя настоящими первооткрывателями. Но мы пойдем в старую штольню, насколько я понимаю. Как бы там камни все эти, это все провалы. Почему у нас касок нет? Я понял ваш вопрос. Очень верный вопрос. Потолки штольни делали, ну, примерно 40 лет назад. В тех местах, где потолки могли бы оказывать какую-то угрозу, они заделаны сеткой. Чего вы боитесь, я в итоге не понял? Я не хочу идти без каски. Реально, вот. Для посещения штолин каска не требуется. Руслан и Игорь серьезно заспорили. Тема безопасности волновала всех нас. И это был еще один экзамен для гида. Посмотрим, как он его выдержит. Ну, на самом деле, Руслан задавал правильные вопросы. Он, конечно же, прав. Потому что безопасность человека, безопасность туриста, которого ты ведешь, это первое, о чем ты должен заботиться. Ну, и что, что экскурсия подходит к концу, и все вроде хорошо. Нет. Гид никогда не должен расслабляться. Гид должен быть на острие до самой последней минуты, пока он людей в автобус не посадил и не помахал им. До свидания. Так, ну что, Руслан, вы решили спеть? Игорь уговаривал Руслана минут пять. И все-таки убедил, что штольня безопасна на все сто процентов. Можем идти. В конце 80-х годов возле Лондинского порога существовал такой интересный проект, такая разработка строительства Катунской гидроэлектростанции. Только представьте себе, красавица Катунь, которой мы сегодня любовались, хотели ее перегородить большой стометровой плотиной. Вот эти штольни были сделаны для того, чтобы заложить в горах динамит, и в этом узком месте, где скала подходит к реке, взорвать ее. Игорь, а подскажи, пожалуйста, в разработке вообще каких минералов или металла какого-то были? Когда построили штольню, то помимо ее задачи, конечно, чтобы взорвать гору, естественно, провели исследование на возможность наличия каких-то интересных полезных пород. И самое интересное, важное, что здесь нашли, это малиновый кварцит. Очень такая порода интересная тем, что выдерживает испытания времени. Из малинового кварцита делали, например, саркофаги египетских царей, фараонов. Вот жила того самого кварцита, про который я вам вначале говорил, вот такой красноватый, такой красноватый цвет. На штольне наша экскурсия и закончилась. Прощались мы в полной темноте. Игорь выглядел уставшим, и я решил его поражать. Уверен, он вам пригодится. Примите, пожалуйста. Спасибо. Ух ты. Отличный швейцарский нож. Очень полезная вещь для бродянки. Да. И можно быстро разрезать арбузы. А нас такой вот, Бармалеев отряд сегодня тебе подзакинули. Естественно, ты понимаешь, да, что мы строили тебе козни, но мы по-доброму. Я думаю, ты теперь догадываешься, что водопад тебя тащили не зря, очки упали не сами, машина заглохла не сама по себе. Какое-то большое чувство гордости за то, что именно наш земляк стал победителем вот такого престижного конкурса. Вы ему подыгрываете, да? Нет, мы ему не подыгрывали, наоборот. Мы ставили ему палки в колеса, как только могли. Я не знаю, как он нас вытерпел. Но вообще сегодняшний день, я думаю, как нельзя лучше показал, что ты абсолютно, абсолютно подходишь к своей профессии. Я считаю, что хоть мы и местные, но мы узнали сегодня много нового. Спасибо тебе, Игорь. Спасибо! Ребята, вот я живу на Алтае, мне никуда не хочется уезжать. Я до сих пор поражаюсь, почему вы-то еще там, у себя сидите, в этих пыльных городах. Поэтому, друзья, выключаем свои компьютеры, откладываем все бумаги, закрываем кабинет и идем дышать свежим воздухом. Все мои друзья, со всех континентов, городов и стран, покупайте билеты и гон на Алтай. Будем удивляться вместе. Я, конечно, посоветую вам взять с собой запасные джинсы, потому что эти горы и эти пещеры, они поставят вас на колени. Будьте счастливы, приезжайте на Алтай. Сегодня был трудный день для меня и для ребят, но, надеюсь, каждый что-то новое, интересное для себя открыл. Думаю, обязательно созвонимся, куда-нибудь еще сходим и сплавимся по бурным речкам. Редактор субтитров А.Семкин